Дорогие братья и сестры, слава Богу сегодня полон храма молящихся нас с вами и мы совершаем воспоминания Тайной Вечери. Это событие вспоминается в Великий Четверг на Страстной Седмице. И, наверное, каждый из нас знает об этом евангельском событии. Это была Пасхальная ночь, ведь Пасха – это еще древний иудейский праздник. И появился он во время исхода евреев из Египта, израильского народа. Тогда, когда Господь разными сложными и тяжелыми обстоятельствами понуждал египетского фараона отпустить израильский народ из египетского плена, а фараон отказывался, тогда самое последнее и самое тяжелое бедствие должно было прийти на египетскую землю, должен был умереть каждый первенец из человеческого рода и из скота. Но Господь сказал израильскому народу, что каждая семья пусть приготовит ягненка или агнца, и кровью его помажет, как светит над входовой дверью, а мясо его нужно есть с горькими травами, а костей его ломать нельзя. И вот такую пасхальную трапезу иудеи совершали, воспоминания этого исхода из египетского плена совершали многие-многие сотни лет. И такая же прапеза предстояла Иисусу Христу с его учениками, но с одним очень важным отличием. На этой прапезе не было агнца, потому что агнцом был сам Христос. Еще и он, креститель, говорит, что когда к нему Господь приходит, он говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Именно поэтому Христос взял хлеб, преломив и благословел, сказал «Приняйте, это мое дело». И дал вино в чашу и сказал «Пейте от него все, это моя кровь нового завета, за вас и за многих изливаемое во оставление грехов». Но почему и древние пророки, и все Священное Писание сравнивает Христа с агнцем? Кто такой агнц? Смиренный, кроткий, беззащитный. Почему так? Мы с вами должны, дорогие братья и сестры, вспомнить такой тоже момент Священного Писания, который многим для нас известен. Это момент грехопадения. Адама Ева изгоняется из Эдемского сада, и Господь после всех слов дает такое обещание человечеству. Он говорит, что вражду положу между семенем змея и семенем жены. Оно будет жарить в питу семя человеческая, а потомки Евы поразят змея в голову. И что это такое? Это такое пророчество тоже, которое говорит о спасителе мира. Потому что пророк Исаия, при правиле страдания Христа, говорит, что «Как ягненок был введен он на заколение, и как агнец перед теми, кто его стрижет без глаз, так и он смиренно не отверзает уст своих. За беззаконие наше он был лучен. Все грехи мира пали на него». Вот это страдание спасительное, которое понес Христос, как агнец пасхальный был заклан, чтобы не умер первенец в народе израильском, так и Христос заколается за нас, чтобы жили мы с вами. И вот этот образ агнца, это образ, который сегодня мы видим в Тайной Вечере. Уже не ветхозаветный ягненок, а Христос, агнец, который отдает свое тело и свою кровь, чтобы жил всякий верующий в Него. И, знаете, дорогие братья и сестры, ни в одном, самом богатом доме мира нет сокровища большего, чем есть сокровище в православном храме, на престоле, в чаше. Это тело и кровь нашего Господа. Потому что воскресением Христа смерть и грех побеждены, и лекарства от смерти и от греха есть. Оно есть у Спасителя, который может нам его дать. Поэтому причастие тела и крови Христовых – это не просто добрый, какой-то красивый, важный обучий. Это не только то действие, которому нужно приступить раз в год, в Великий Четверг, или еще в какой-то день другой, как многие люди считают. Это важнейшее и необходимое условие нашего спасения. Господь своим воскресением из мертвых открыл ход в Невестное Царство, но Он же и сказал очень важные слова. «Кто не будет есть тело моего, и ведь крови моей, тот не будет иметь жизни вечной». Ведь вспомним Верхосоветный эпизод, когда иудеи уходили из израильского народа. «Кто не захвал пасхального ягненка и не помазал его кровью двери в одной, у того первенец умер в семье, а кто помазал, тот был спасен». Это прообраз Христа, который нас спасает своей смертью и воскресением, и дая нам свое тело и кровь. Поэтому всякий, кто хочет жить вечно, всякий, кто хочет наследовать не вечную смерть, а вечную жизнь, должен приступать к телу и крови Христовых. Но, дорогие братья и сестры, многие из нас с вами, наверное, все в тот или иной момент задают себе такой вопрос, «Достойно ли я причащаюсь Святых Христовых Таин?» А как достойно причащаться Святых Христовых Таин? Если мы с вами внимательно смотримся в евангельский текст, то мы поймем, что мы никогда не сможем причаститься достойно, потому что это слишком великий дар, очень большое доверие, которое нам Господь оказал. Мы не сможем оплатить даже его малую часть. Да, мы читаем молитвы ко причастию, да, мы совершаем воздержание перед причастием, но все это проявление нашей любви и усердия к Богу. Ведь любовь к Богу проявляется через дела наши. Это ни в коем случае не оплата за причастие. Его невозможно заслужить или оплатить. Это незаслуженный дар, который мы получаем по любви Божией. Поэтому единственный для нас путь с благодарностью, верой и любовью принимать тело и кровь Христовы. А лучшая подготовка ко причастию, помимо молитв и воздержания, это наша усердная жизнь по заповедям Божьим. Этого Господь и хочет от нас. И таким образом, когда мы будем иметь в себе Христа, а ведь Он так и сказал, кто ест мое тело и бьет мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем. И человек, который имеет в себе Христа, для такого человека уже все обстоятельства жизни видятся по-другому. Может быть, у нас скорбь в жизни, может быть, у нас радость, может быть, у нас какое-то важное событие, а может быть, какая-то большая печаль, но все это не является для нас первостепенным, потому что прежде всего мы со Христом. Именно, наверное, в этом ощущении своего бытия апостол Павел говорил такие слова. Мы, может быть, их слышали когда-то или читали. Он говорит, что думаю, что эта скорбь земная ничего не значит в сравнении с той славой, которая должна в нас открыться. Что он имел в виду? Что что бы с нами в жизни ни случалось, это все равно временно. Если же мы со Христом, это для нас настоящее блаженство. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня, приступая к чашу тела и крови Христова, будем помнить о том, что это бесценный дар и важнейшее и нужнейшее условие нашего спасения. Я знаю, что сегодня в храме есть многие люди, которые редко приходят в храм. Может быть, только в Великий Четверг, может быть, только перед Пасхой. Слава Богу, что они здесь с нами сегодня молятся, но было бы еще лучше, если бы эти люди имели постоянное усердие ко Христу и, ведя усердную жизнь, чаще приходили, чаще причастия. Ведь кто будет есть тело и пить кровь Христовой, тот будет иметь Христа в себе. Поэтому пусть Господь нас умудрит, дарует нам усердие, любви к Богу, желание. Очень важно иметь желание быть с Богом. Тогда все обстоятельства будут преодолеваться, потому что Агнец Божий, Христос, победил смерть. И у Него ключи от Царства Небесного. Аминь. Спасибо, Господи, Вас.